Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт Диарбакыри в Турции. Ранее турецкая власть заявила, что вина за него на рабочей партии Курдистана. Премьер-министр Турции Бенали Илдырым сказал, один из террористов погиб при взрыве. Напомним, накануне в населенном преимущественно курдами в городе Диарбакыр прогремел взрыв. Погибли 8 человек, ранены более 100. За три дня до выборов президента США Хилари Клинтон удерживает свои позиции. Кандидата демократов опережает своего соперника-республиканца Дональда Трампа на 5%. 44% избирателей поддерживают Клинтон, Трамп получил поддержку 39% опрошенных. На протяжении последних недель отрыв кандидата демократа колеблется от 4 до 7%. Напомним, предыдущий опрос показал, что Клинтон опережает Трампа на 6%. Германия выделяет Украине 72 миллиона евро помощи. Украинская делегация сообщила об этом после двух дней переговоров в Берлине. Это средство для стабильного экономического и регионального развития, энергоэффективности и помощи внутренне перемещенным лицам. Деньги планируют использовать для поддержки объединенных территориальных общин, помощи малому и среднему бизнесу, энергомодернизации. Южнокорейцы готовили кимчи для бедных. Более 4 тысяч человек приняли участие в фестивале, который уже стал традиционным в Сеуле. Остро приправленные квашеные овощи с преобладанием пекинской капусты. Без этой закуски не обходится почти ни одно застолье жителей корейского полуострова. Организаторы говорят, приготовили около 50 тонн блюда. Помимо пекинской капусты, рецепт также включил острый соус, чеснок, имбирь и рыбную пасту. «На фестивале кимчи в Сеуле собираются люди со всего мира. А кимчи – это исконно корейская вещь. Кимчи, приготовленная здесь, будет роздано малоимущим через органы социального обеспечения». Каждый год южнокорейцы съедают около миллиона 480 тонн кимчи. В стране даже есть мировой институт кимчи, который ведет эту статистику. В фестивале участвовали около 500 иностранцев. «Я участвовала в этом мероприятии не только потому, что очень люблю кимчи. Я также хотела стать частью этого удивительного сообщества, частью события – помочь приготовить кимчи для бедных». Культура Кореи по приготовлению кимчи входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.